Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Мы продолжаем серию встреч с экспертами эндокринологического научного центра. Говорим сегодня про здоровье глаз при сахарном диабете. У меня в гостях доктор медицинских наук, офтальмолог, хирург, заведующий отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии Дмитрий Липатов. Дмитрий Валентинович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Сегодня мы хотели поговорить немного о тех проблемах, которые испытывают пациенты с сахарным диабетом, которые касаются глаз. Но, естественно, начнем не с частности, а начнем с общей ситуации, потому что, конечно, диабетическая ретинопатия, как в нашей стране, так и за рубежом, это серьезная проблема. И важность ее обусловлена тем, что все больше и больше становится в мире пациентов больных с сахарным диабетом, а, соответственно, увеличивается и число осложнений, в том числе и потери зрения. На этом слайде, взятом из атласа IDF за 2019 год, я хотел бы показать вам, насколько неблагоприятный прогноз по увеличению больных с сахарным диабетом нас ожидает в течение ближайших 25 лет. И если вы видите, что есть регионы, скажем, где 33%, 55% или в Европе увеличение на 15%, то есть регионы, в которых практически в два раза ВОЗ прогнозирует увеличение больных с сахарным диабетом, соответственно, и количество пациентов, у которых страдают глаза из-за этого. Ну и поэтому совсем не случайно в декабре 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла отдельную резолюцию по борьбе с сахарным диабетом, и напомню вам, что сахарный диабет стал первым неинфекционным заболеванием, по которому ВОЗ приняла отдельную резолюцию. Конечно, сейчас известны основные четыре органа-мишени при сахарном диабете. Ну, начнем сверху вниз, чтобы никого не обидеть. Это глаза, это сердце, это почки и это нижние конечности. Не буду приводить вам те данные, которые вы можете прочитать на этом слайде, это все переведенный на русский язык, еще раз повторю, АТЛАС, Международная Организация по борьбе с сахарным диабетом. Обращу ваше внимание на то, что в последнем издании отдельно выделены заболевания периодонтальные, то есть заболевания ротовой полости, и отдельно выделен диабет беременных, так называемый дистанционный диабет, то есть это тоже отдельное направление, и этим тоже надо, естественно, заниматься. Проблемам поражения глаз при диабете посвящен целый разворот, и я позволил себе перевести для вас один только абзац, который говорит о том, что интенсивный контроль глюкозы в крови и медикаментозная терапия, если это необходимо, могут предотвратить развитие диабетической ретинопатии, по мнениям экспертов Международной Организации по борьбе с сахарным диабетом, в 76% случаев, вдумайтесь в это число, это у трех из четырех пациентов с сахарным диабетом можно избежать проблем с глазами. Мне кажется, это фантастическая цифра. Если говорить об актуальности проблемы с сахарного диабета в Российской Федерации, то приведу вам такие, в общем-то, не очень симпатичные, на мой взгляд, цифры. Ну, если под преддиабетом понимать нарушение толерантности к глюкозе, ожирение, вредные привычки, то практически у каждого пятого нашего соотечественника так называемое состояние преддиабета. В неофициальном регистре, и мы сейчас об этом будем говорить, порядка 8-9 миллионов наших сограждан, поэтому практически, можно сказать, у каждого двадцатого есть сахарный диабет. Но более несимпатичными выглядят другие цифры, приведенные в том же издании, что в год в мире выполняется больше миллиона ампутаций нижней конечности, естественно, по причине сахарного диабета. Более 700 тысяч человек теряют зрение, и около 600 тысяч пациентов начинают получать заместительную почечную терапию. То есть переходят на гемодиализ, и вы сами понимаете все те осложнения, которые с этим связаны. Если говорить о Российской Федерации, то, к сожалению, очень большой подъем за последние 20 лет, почти в два с половиной раза. В официальном регистре выросла численность пациентов с диагнозом сахарный диабет. Если говорить о поражении глаз, то практически 850 наших соотечественников официально имеют поставленный диагноз диабетической ретинопатии, и из них около 280 имеют диагноз диабетического окулярного отека. Общая цифра составляет порядка 5 миллионов человек, немного меньше, а неофициальная статистика говорит о том, что эта цифра приблизительно в полтора-два раза может быть выше и достигать 8,5-9 миллионов человек. Если говорить о государственном регистре пациентов с диабетической ретинопатией, то, как я уже говорил, больше 850 тысяч наших соотечественников имеют эту проблему. И если посмотреть на первый тип, то это практически каждый третий пациент. А если говорить о пациентах с сахарным диабетом второго типа, по которых приблизительно 90%, это каждый седьмой-восьмой пациент. Данные 12-го российского общенационального оптальмологического форума показывают, что в структуре общей заболеваемости по классу глазных болезней, после нарушения рефракции, катаракты, кинюктивита и глоукома, диабетическая ретинопатия занимает непочетное 5-е место и составляет практически 2,2% еще раз повторяю, в структуре общей заболеваемости у взрослых по классу глазной болезни. Очень важно понимать, что не все пациенты с имеющимся диагнозом, поставленным сахарный диабет, имеют проблемы с глазами. По данным двух программ, это национальный проект здоровья, программа была 2011-2013 года и общероссийской программой «Диабет. Узнаю вовремя» 2012-2014 года, мы получили вот такую статистику, что больше половины пациентов с диагнозом сахарный диабет не имеет признаков поражения на глазном дне. Приблизительно одна треть имеет непролитеративную диабетическую ретинопатию, и мы потом будем говорить, что это значит, что практически они нуждаются только во внимательном наблюдении офтальмолога, и вот порядка около 15-16% которые имеют препролитеративную и пролитеративную стадию диабетической ретинопатии нуждаются в активном лечении. Когда мы говорим о поражении глаз при сахарном диабете, то многие считают, что это сетчатка. Да, конечно, где-то приблизительно 70-75% страдания имеет именно задний отрезок глаза. Но, посмотрите, вот тут схематично изображен глаз, и как будто идет свет, что все структуры, начиная от роговицы, радужки, хрусталика, ну и заканчивая, естественно, собственность сетчаткой, которая воспринимает свет, могут страдать при сахарном диабете. И я хотел бы сказать несколько слов об этих страданиях. Еще раз повторю, приблизительно 70-75% занимает собственной диабетической ретинопатии, и 25-30% приходится на другие глазные заболевания, с основными из которых мы сегодня с вами познакомимся. Язва роговицы или язвенный кератин. Скажу честно, встречается достаточно редко. Снимки взяты из интернета, и хочу сказать, за 16 лет моей работы в макинологическом научном центре, мне не встретился ни разу пациент с язвой роговицы при сахарном диабете. Но допускаю, что, конечно, в отдаленных регионах нашей страны, где не так быстро и просто можно попасть к врачу с какой-то проблемой и патологией, конечно, эти ситуации встречаются. А вот синдром сухого глаза, как вы знаете, это проблема не только пациентов с сахарным диабетом, это проблема вообще нашего, так сказать, века современного, 21-го. С чем она связана? Ну, она связана с тем, что все мы находимся в условиях, естественно, кондиционирования, а не на свежем воздухе сиднем работаем. Вот. И другая структура влажности воздуха вызывает вот эти заболевания. Ну, тут, конечно, все просто. Тут любые заменители слезы, которые подходят для пациента. Пациент сам приходит к мнению, попробовав одно, второе, третье. Они, в принципе, решают эту проблему. Вторичная рубиозная глаукома опасна чем? Опасна тем, что при глаукоме возникающая слепота носит необратимый характер. То есть, если человек потерял зрение по причине глаукомы, неважно какой, первично открытоугольный, неоваскулярный, о которой мы говорим, вторичный сегодня у пациентов с сахарным диабетом, или какой-либо другой, зрение пока, к сожалению, на сегодняшний день ему вернуть невозможно. Почему? Потому что при глаукоме поражается зрительный нерв. То есть, поражаются те, так называемые, «проводочки», в кавычках, которые несут информацию от пчатки в затылочную долю головного мозга. И представьте себе, если лампочка у нас, да, выключатель, провод, и если вы перерезаете провод, то сколько выключателя не щелкай, сколько лампочку не меняй на другую, на третью, все равно света не будет. Так, к сожалению, и здесь. Мы обратили внимание о том, что очень часто у пациентов с сахарным диабетом вторичная новоскулярная глаукома сопровождается геморрагическим синдромом, рубиозом и синхими, бомбажем радужки, тракционным синдромом, различными поражениями роговицы, о которых мы сегодня уже говорили, подвывихом хрусталика. И это позволило нам выделить эту глаукому в отдельную группу, так называемую диабетическую глаукому. У нас имеется достаточно большой опыт хирургического лечения диабетической глаукомы. Мы показали о том, что эффективна клапанная хирургия, хотя, конечно, надо помнить о том, что это не панацея, и все-таки страдания это серьезные. Диабетическая катаракта. Ну, напомню, что катаракта – это заболеватель, связанный с помутнением хрусталика. Проведя также исследование, мы обратили внимание, что у пациентов с сахарным диабетом преимущественно поражается задний отрезок хрусталика, так называемая заднепатулярная катаракта. Она приблизительно имеет место у 6 из 10 пациентов с сахарным диабетом. Ну, катаракта сейчас, как вы знаете, лечится достаточно легко. Концепция фактоэмульсификации, которая сейчас превалирует и приблизительно где-то процентов 90-95 всех операций по замене хрусталика выполняется с помощью удаления хрусталика, с помощью ультразвука. И концепция аккомодирующих его, которые вы видите, несколько моделей здесь внизу представлены, позволяет видеть, простите, позволяет пациенту и в преклонном возрасте, и вдаль хорошо видеть, и читать без очков. Ну, а на этих двух фотографиях изображен основатель фактоэмульсификации, Чарльз Керман, и первый фактоэмульсификатор, вот такой вот огромный, даже не знаю, с чем сравнить, но, наверное, как вот можно сейчас сравнивать, компьютеры сравнивать, там, с какими-то холодильниками и так далее, и вот сейчас с современными новыми буквами. Ну, вот так вы видите здесь, тоже модель современного фактоэмульсификатора, она сейчас выглядит вот так. Собственно, поражение сетчатки, до которого мы дошли, тоже имеет определенные проблемы. Первая из них, на мой взгляд, нет единой классификации диабетической ретинопатии, используются разные. Ту, которую привожу здесь вам я, это классификация early treatment of diabetic ретинопатии стадии 91-го года прошлого века, и она используется в основном в исследованиях, когда глазное дно фотографируется в семи полях, и потом идет подсчет количества микроанебреизмы, интерретинальных микроангиопатии и так далее, и так далее, и с помощью, получается, общая цифра, она выносится вот на эту шкалу, и исследователь смотрит, к какой группе она относится. Синим здесь выделена в нашей классификации непролиферативная диабетическая ретинопатия, серым здесь выделена препролиферативная, но за рубежом, вам сразу скажу, препролиферативная стадия не выделяется, выделяется только пролиферативная и непролиферативная, и, наконец, красным и бордомом выделены различные стадии уже пролиферативной диабетической ретинопатии. Но вы понимаете, для того, чтобы пользоваться этой классификацией, надо иметь фундускамеру. Это достаточно дорогое удовольствие, и не каждый, к сожалению, не каждый кабинет диабетической ретинопатии может себе пока это позволить. Мне кажется, достаточно проста и эффективно предложена российскими специалистами по сетчатке классификация диабетической ретинопатии, в которой выделяется, как я уже говорил, непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная стадия. Почему выделяется отдельно препролиферативная? На мой взгляд, это тоже объяснимо, потому что именно здесь надо подключать уже первый способ лечения диабетической ретинопатии, а именно лазерную прогуляцию сетчатки. Вторичная рубиозная глаукома, о которой мы уже сегодня говорили, тракционная освоить сетчатки, это не четвертая, пятая и так далее степени или стадии диабетической ретинопатии, это осложнение пролиферативной формы диабетической ретинопатии. Выделяю три основных метода лечения задней пролиферации. Это уже упоминаемые мной задние, простите, лазерная коагуляция сетчатки, медикаментозная терапия и витрактомия сэндолазер коагуляции. Несколько слов мы с вами скажем о каждом. Где-то приблизительно в последние 30 лет активно развивается витрактомия, как вы понимаете из названия, это удаление патологически измененного стекловидного тела, пролиферативной ткани с поверхности сетчатки, гемофтальма. Направление развивается очень активно. Сейчас оперируют сирурги уже такими инструментами, которые даже не требуют, как и при фактом инсекции, наложения швов, то есть практически бесшовная хирургия. И хотел бы подчеркнуть, что на ранних стадиях лечения диабетической ретинопатии пролиферативной эффективность очень высокая. Конечно, на более поздних стадиях эффективность падает, но тем не менее составляет все равно приличное количество. Дальше медикаментозная терапия. Уколы внутрь глаза человечество начало делать не 10 лет назад, когда на нашем может быть в Европе 15 лет, когда появились первые препараты для антиангиогенной терапии. А как вы видите, по этой схеме приблизительно больше, чем 100 лет назад вводились не те современные препараты, о которых мы будем говорить, вводился воздух, вводились антибиотики, но смысл в том, что, еще раз повторю, уколы начали внутрь глаза делать уже давно. А вот с 2010 года и до лета 2016 года в России был единственный препарат для антиангиогенной терапии ранее безума. А в июле 2016 года присоединились еще два препарата это флиберцеп и пролонгированный хортикостеролик. Несколько слов мы сейчас об этом скажем. Процедура достаточно эффективная, безболезненная, быстро выполняется, но что я хотел бы подчеркнуть, обязательно в стерильных условиях. То есть это инъекция, это полостная операция, вытворите полость глаза, обязательно должна выполняться, не в процедурной комнате, пусть даже перед этим помыли кафель и включили бактерицидную лампу, а все равно именно в условиях операционной с использованием стерильного инструментария, то есть соблюдением всех правил асептики и антисептики. Еще, что очень важно, сейчас, к сожалению, в силу достаточно высокой стоимости этих препаратов не получается выполнить протокол, который дал те фирмы, которые выпускают эти препараты, говорят о том, что он должен обязательно соблюдаться. То есть это проведение загрузочных проб. При одном препарате их три, при другом препарате их пять. И вот посмотрите, интересное исследование, которое представляет компания Bayer, которое показывает, что если мы делаем только одну инъекцию препарата Афлиберцеп, мы теряем, и не делаем последующего, мы теряем двух пациентов, которым эта инъекция могла помочь. Ну, а в связи с этим, конечно, возникает и вопрос о том, что насколько эффективна эта терапия, ну, например, в нашей стране. И вот данные на 2018 год, это исследование алюминиоз, более 30 тысяч пациентов из 43 стран, вы видите и по среднему возрасту, и по времени начала, до начала терапии диагноза, и о остроте зрения приблизительно были сопоставимые результаты в Российской Федерации и по другим странам. А вот посмотрите, среднее число инъекций 2,2, при том, что тут в среднем было 4,5, и средняя прибавка остроты зрения в году терапии у нас, к сожалению, даже отрицательный результат. О чем это говорит? О том, что плохой метод нет, конечно. О том, что не соблюдены правила использования этого метода лечения. Конечно, нам надо думать о том, как помочь нашим пациентам, в том числе и по разным системам финансирования, чтобы эта терапия была эффективна. Специально профилактику оставил в конце, чтобы более был, чтобы получить эффект от тех цифр, которые я вам хочу привести. Данные тоже не свежие, это конец прошлого века. английское исследование United Prospect Geographic Study. Так вот, оно показало, что тесный контроль с эндокринованными и интенсивный контроль за уровнем глюкозы, который выражался в стяжении уровня гликированного гемоглобина на 1%, снижал частоту проведения лазерной коагуляции на 19%, прогрессирование ретинопатии на 17%, потребность в удалении катаракты на 24%, частоту кровоизлияния в стекловидные тела на 23%, и развитие слепоты на один глаз на 16%. Посмотрите на эти сухие цифры, вспомните в начале, что мы с вами говорили, приблизительно 8,5-9 миллионов наших соотечественников с диагнозом сахарный диабет, и поймите, что если мы будем тесно взаимодействовать с эндокринологами, и пациенты наши будут активно контролировать свой уровень глюкозы, то снижение глюкированного может остановить частоту проведения лазерной коагуляции почти у каждого третьего, кому необходимо это было бы делать, если бы мы это сотрудничество не имели. Это, на мой взгляд, фантастические цифры. Еще раз подчеркну, что даже это перед вами алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, они выпускаются эндокринологическим научным центром каждые два года, очередное издание будет в этом году к сентябрьскому нашему конгрессу. Так вот, еще раз обращу ваше внимание, даже пациенты с отсутствием признаков диабетической ретинопатии, а мы с вами говорили, это практически 50-55% больных сахарным диабетом, не менее одного раза в год должны обязательно появляться у офтальмолога и не просто появляться, закрыв один глаз и наизусть прочитав первые буквы в таблице, которые показывают, а обязательно быть осмотренными с расширенным зрачком, чтобы посмотреть, нет ли на периферии глазного дна тех изменений, которые могут возникать у больных с сахарным диабетом. Специально в заключение хотел бы показать слайд наших коллег из Великобритании, которые сказали, что впервые за последние 50 лет диабетическая ретинопатия больше не является первой причиной потери зрения среди населения. И говорят о том, что должен был бы отмечаться значительный рост распространенности сахарного диабета, а он действительно отмечается, и можно было бы в связи с этим ожидать прирост числа случаев слепоты. Однако этого не произошло благодаря ряду медицинских воздействий, ключевую роль среди которых играет скрининг. то есть периодически наблюдение пациента не тогда, когда он к врачу приходит уже с жалобами, а когда у него нет этих жалоб, но врач его тем не менее наблюдает. Ну вот на этом, наверное, я хотел бы закончить ту часть нашей встречи, которая связана с небольшой презентацией, и, соответственно, если у вас появились вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Дмитрий Валентинович, спасибо вам большое за такой содержательный рассказ, лекцию, действительно, очень интересные цифры. Практически любое осложнение на глаза диабета, если вовремя обнаружить, как я понимаю, можно решить. Но все ли входит у нас в ОМС? Насколько тот комплекс передовых технологий, которые вы рассказали, и инъекции в том числе, входит в ОМС, и люди могут получить такую помощь бесплатно? Очень хороший вопрос, потому что он очень актуальный. Даже два года назад мне удалось с коллегами опубликовать статью в Вестнике офтальмологии на эту тему. И проблема совершенно правильно вы понимаете. Проблема в том, что в большинстве регионов Российской Федерации по системе ОМС нельзя получить вот эту услугу по интервитериальным введению антивиджиепрепаратов. Есть отдельно взятые регионы Российской Федерации, где местному здравоохранению удалось вставить вот эту вот графу или статью какую-то, не знаю, как правильно сказать, и пациенты эту помощь получали, получали, не знаю, получают ли сейчас. Но основная проблема в том, что, ну, давайте говорить так, приблизительная стоимость в аптеке этих препаратов составляет около 50 тысяч рублей. То есть, если мы даже говорим о трех загрузочных пробах и двух глазах, то это пациенту нужна помощь приблизительно на 300 тысяч рублей. Понятно, что не каждый регион, не каждый бюджет может такую нагрузку потянуть. Ну, понятно, что эту цену можно снизить за счет оптовой закупки и так далее. Мы сейчас как бы не рассматриваем, так скажем, не медицинские проблемы этого вопроса. А мы, так сказать, в этой статье, которую я уже упомянул, очень даже призывали местные власти более, скажем так, более четко подойти к формированию вот этих групп, статистических групп, которым могла бы эта помощь оказываться. оказываться. И я знаю, что, еще раз повторю, в некоторых регионах это действительно можно сделать по полису ОМС. Ну, наверное, в федеральных центрах, таких как ЭНС, тоже, если получить квоту, то у вас это делать. Да, ну, у нас немножко, да, это называется, да, вот опять, не будем, давайте в этом в подробности там, по-моему, это называется ВМП, ЗУМС и так далее, и так далее, но суть в том, что, конечно, да, в федеральных центрах эту помощь тоже можно получить с помощью государства. Во всех выпусках и с вами, и с вашими коллегами мы уже снимали по поводу осложнений на глаза в том числе. Главный совет это появляться у офтальмолога и проверять зрение раз в год. Но, опять же, реальность такова, что далеко не все могут получить раз в год помощь квалифицированного специалиста, особенно там в регионах. Может быть, вы еще раз можете сказать, на какие симптомы важно обратить внимание, и если что-то из них возникло, то уже прямо решать проблему и бежать к офтальмологу. Ну, самый главный симптом это просто снижение зрения. То есть, люди, знаете, иногда очень часто сталкиваемся мы с тем, что приходят, и когда один глаз уже совсем не видит, мы говорим, ну, как же так, когда вы на это обратили внимание, да, это вот совсем, ну, буквально там, может быть, неделю, месяц назад, хотя понятно, что, например, даже пациенты с катарактой, катарактой годами зреет, вот, ну, если кровоизлияние раз произошло и глаз сразу не видит, и пациент должен бежать к врачу выяснять причину, то с катарактой она будет мутнеет, мутнеет, хрусталик, и как бы раз в какой-то момент наступает, что человек уже не видит, как я это последней кружки, да, которую мы в бочку наливаем, огромная 200-литровая бочка, и тем не менее, в общем, мы наливаем туда кружки, мы не видим конца, а потом раз, какую-то кружку нальем, и из бочки начинает выливаться, вот так и здесь, вот, поэтому просто снижение зрения или резкое снижение зрения, это как раз повод обратиться к врачу, вот, но это уже вот симптом, да, это уже проблема, которая возникла, а как вы правильно абсолютно сказали, даже пациенты, у которых нет проблем с глазами, которые прекрасно видят, все равно мы рекомендуем не реже одного раза в год показываться врачу, и еще раз повторю, не просто закрыть один глаз и прочитать эти буквы, которые он видит на экране, вот, а обязательно, чтобы врач расширил зрачок и посмотрел периферию глазного дна, потому что те начальные признаки диабета, микроневризма, петхиальные кровоизлияния, они как раз возникают чаще всего не в центральной зоне и не влияют на центральное зрение, а они чаще всего возникают под периферией сетчатки, и поэтому нужен широкий зрачок, чтобы специалист мог это увидеть. Дмитрий Валентинович, я знаю, что у вас или вот только-только вышла, или выходит книга, можете пару слов о ней рассказать, на кого она направлена, врачи или пациентам, это тоже может быть интересно. Вы знаете, очень интересная история, спасибо, что вы спросили, но это не реклама, это просто у меня времени не хватало вот сесть, ну, знаете, столько вот рутинной и клинической, и научной работы, и не хватало времени мне этим заняться. Вот, ну вот, к сожалению, в конце января, в начале февраля этого года я заболел ковидом, вот, но в легкой, слава богу, форме все прошло, вот, ну, естественно, две недели изоляции, и вот я за эти две недели, в общем-то, и написал, ну, так, рабочее название «Сахарный глаз и диабет», я думаю, что это название так и останется, потому что, в общем-то, оно отражает суть проблемы, то есть там, естественно, и про поражение глаз при диабете, и тем не менее, мне кажется, она будет интересна и эндокринологам, потому что там очень много взято последних данных по поражению при диабете и почек, и сердца, и нижних конечностей, вот, поэтому, если все нормально, ну, я планирую, что где-то, наверное, осенью она должна появиться, и если кому-то будет интересно, я думаю, что они могут купить, почитать или в интернете скачать, ну, сейчас же это все так достаточно просто, вот, и, в общем-то, там я вот как раз делюсь своими, ну, взглядами, вопросами, потому что, честно скажу, я работаю с ноября 2005 года в эндокринологическом научном центре, вот, и за это время, ну, я считаю, что у нас, в целом, в нашем коллективе, и у меня лично накопился достаточно большой опыт, именно как раз вот по всем вопросам, скажу, связанным со зрением при сахарном диабете, потому что где-то, наверное, процентов 90 наших пациентов, которых мы консультируем, а мы консультируем порядка 8-9 тысяч пациентов в год, составляют пациенты с сахарным диабетом. Дмитрий Валентинович, спасибо вам большое, дорогие друзья, спасибо, что были с нами, спасибо за ваши лайки, подписки, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok